Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второй книге Паралепименон и сегодня мы будем читать 25 главу. С первого стиха по четвертый говорится об Амасии царе Иудейском, как происходит его воцарение. Надо сказать, что проблема этого человека заключается в том, что он хорошо начинает, но плохо заканчивает. И проблема заключается в том, что у него не было полного доверия Богу, полного упования на его слово. То есть что-то он принимал, с чем-то он соглашался, но так, чтобы всецело подчиняться воле Бога, вот этого в нем не было. То есть этот человек был человек недисциплинированный. Теократические принципы для него мало что значили. И мы читаем, 25 лет воцарился Амасия, и 29 лет царствовал в Иерусалиме имя матери его Иего Адыдань из Иерусалима, «И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца». То есть с чем-то он соглашался, с чем-то не очень. «Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя, отца его». Но он должен был отомстить за кровь царя и за кровь своего отца. Потому что закон Божий предусматривает, что цари — это помазанники, и в Ветхом Завете есть запрет даже прикасаться к царям. Так ведет себя Давид, когда его окружение подстрекали Давида погубить Саула, умертвить Саула. Он говорит, нет, это помазанник Божий. И те, которые убили помазанника, они должны были быть убиты. Но помазанник был и отец Амасия, тем более он должен был за него отомстить. «Кровь за кровь». Ибо тогда действовал этот принцип, это Ветхий Завет, око за око, зуб за зуб. На самом деле этот принцип научал людей в оке другого человека любить свое собственное око. Потому что человек знал, что если он выбьет что-то око, его око тоже выбьет. И в зубе другого человека любить свой собственный зуб. Поэтому эта заповедь, она приготовляла людей к более возвышенному отношению к врагам, когда надо было уже и любить врагов. И молиться за обижающих, и благословлять проклинающих. «Но детей их не умертвил». Вот здесь он поступает правильно, наказывая цареубийц, он не умершвляет их детей. Так как написано в законе, в книге Моисеевой, «Где заповедал Господь, говоря, не должны быть умершвляемы отцы за детей, и дети не должны быть умершвляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть». Об этом действительно говорится 24 глава, 16 стих книги «Второзаконие». Когда царь руководствуется заповедями Бога, это нормально. Но когда он уклоняется от этих путей, то, может быть, царство начиналось неплохо, а ему не вспомнятся никакие его заслуги. Но справедливость заключается и в том, что человек может плохо начинать свой путь, а потом исправиться. В этом случае не вспомнится Богом его злодеяние. Потому что переменной действий, собственно, поведения, человек может поменять свое прошлое на что-то лучшее или на худшее, в зависимости от того, что и чем он заменяет. Далее говорится о победе Амасии над Иду Миянами. И собрал Амасия иудеев и поставил их по поколениям под властью тысяч начальников и сто начальников всех иудеев и вениамитян. И мы помним, что тогда иудейское царство – это были вот именно иудеи, вениамитяне, то есть потомки Вениамина и левиты. И пересчитал их от 20 лет и выше, и нашел их 300 тысяч человек, отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. Почему на войну брали 20-летних? Не 18-летних, не 16-летних. Потому что в законе Божьем сказано, что нельзя брать на войну человека, который не создал семью, не родил ребенка, не построил дом для своей семьи, не насадил виноградник, не собрал первый урожай, не сделал молодого вина и не выпил его с песнями со своими друзьями. То есть человек, который идет на возможную смерть, он должен иметь продолжение своей жизни, если он погибнет. И когда на войну берут 18-летних, у которых нет детей, они не познали любви женщины. Что это за деяние? Даже древнеязычники, вспомним спартанцев, когда в Фермопилах было последнее сражение царя Леонида, он оставил для этого сражения только тех, у кого были сыновья. Потому что ни один род не должен пресечься. А сейчас молодых людей, 18-летних, 19-летних бросают в военную мясорубку, как какое-то пушечное мясо. И такое могут позволять только безнравственные военачальники. Потому что все должно иметь продолжение. И жизнь человека может состояться тогда, когда он создал семью, у него есть потомок, и он создал дом, и он знает, в конце концов, что он защищает. За его спиной его жена, его семья, его дом, его виноградник. А, когда человека берут совсем юного, и он еще и не мужчина, потому что он не создал семью, кстати, на еврейском языке, отроком называется любой человек, который не создал семью. Даже если ему 40 лет, он будет называться отроком. Недоросль. Потому что человек должен состояться. А особенно перед смертью, перед лицом смерти. И когда люди вот эти библейские принципы игнорируют, накручивая свои милитаристские какие-то настроения, бросают молодежь, не состоявшаяся, в бойню какую-то, эти люди – военные преступники. Потому что есть библейские законы ведения войны, и никто их не отменял. И так он собрал армию от 20 лет и выше, были его войны, и нашел их 300 тысяч человек, отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. Что значит держащий копье и щит? На что это указывает? Они прошли какую-то учебку. Их научили держать копье и щит. То есть обученные. Вот этот прецедент исключает использование военных действий людей, которые не прошли специальную воинскую подготовку. Если таких бросают в горнило сражения, это могут делать только военные преступники. И еще нанял из израильтян 100 тысяч храбрых воинов за 100 талантов серебра. То есть он нашел людей из израильтян, то есть из соседнего царства еврейского. Там были сильные симпатии по отношению к иудейскому царству, потому что именно у иудеев сохранялся храм и богослужение. Но человек Божий пришел к нему и сказал, человек Божий это пророк. И здесь была такая проблема, что израильтяне могли иметь симпатии к иудеям, к иудейскому царству, но там было много язычества и дал поклонство. Царь Ирваам вверг израильтян именно в то, что называется вода зора, чуждое служение, поклонение разным идолам, то есть они могли молиться и истинному Богу и наряду с этим молиться каким-то богам. По этой причине приходит человек Божий к царю и говорит ему царь, пусть не идет с тобою войско израильское, то есть то, которое он нанял. И у тех людей могли быть даже симпатии к нему. Потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. А почему Ефрем упоминается только? Потому что Ирваам, вот этот нечестивый Ирваам, он был с колена Ифремова, тот самый, который ввел в соблазн всех израильтян, когда они отделились от иудейского царства, от дома царя Давида. Вот поэтому этот народ называется, точнее, это колено обозначается. Пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. А, там же один сын Ефрема самый грешный Ирваам. Ну, значит, его колено его поддерживало. Но ты, но иди ты один, то есть только со своими людьми, делай дело, мужественно подвязайся на войне, иначе повергнет тебя Бог пред лицом врага. ибо есть сила у Бога поддерживать и повергнуть. Действительно, во власти Бога даровать победу или попустить поражение. Здесь создается прецедент, что на войне лучше, когда плечом к плечу рядом стоят единомысленные вери, которые не допускали Аватазара, то есть чуждого служения, и сохраняли верность Богу Авраама Исаака Якова. И хотя израильтяне охотно пошли на эту войну против Эдуминян, и им предложили деньги, и у них могли быть симпатии, но этого мало. Они не выдерживали некий такой трескод, как бы сейчас сказали. И была опасность, если войско перемешается, ради некоторых нечестивых, которые могли брать на войну амулеты языческие, какие-то повязки с именами языческих богов, только из-за этого бог мог опрокинуть всю армию. И сказала Маасия человеку Божию, что же делать со ста талантами, которые я отдал войску израильскому? Ведь он же им заплатил. И сказал человек Божий, «Может Господь дать тебе более всего». То есть не думай ты о деньгах, ты думай о том, пусть твоя армия стала меньше, но это армия, которая состоит из единомысленных друг к другу людей, которые сохраняют чистоту веры, без всяких языческих берегов и так далее. И отделил их Амасия, то есть царь отделяет их, войско, пришедшее к нему из земли Ефремовы, вот это подчеркивается, то есть они настоящие сыновья Иеробаама, чтобы они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место в пылу гнева. То есть они оскорбились, как же так? Мы что, не очень чистые, что ли, в глазах Амасии, могли подумать они? Мы воины, что нас на молебен приглашают? Но Амасий на тот момент был еще принципиальным человеком. Амасия отважился и повел народ свой и пошел на долину Соленую и побил сынов Сейра десять тысяч. И десять тысяч живых взяли сына Иудина в плен и привели их на вершину скалы и не зринули их с вершины скалы и все они разбились совершенно. Кстати в еврейской армии тех времен подобные казни не могли совершаться без решения суда. Значит был какой-то военный Сангедрин Синедрион военный такой военно-полевой суд который устанавливал как бы ответственность каждого преступника. Казнить человек просто так они не могли. Войско же которое Амаси отослал обратно чтобы оно не ходило с ним на войну рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Вефарона и перебило в них три тысячи и награбило множество добычи. Так вот этих наемников все-таки не надо было приглашать. И здесь Манаси должен был вести себя немножко иначе. Им надо было сначала прежде чем кого-то приглашать тем более давать им деньги спросить у человека Божия а можно ли так поступать. И если бы Амаси сначала спросил у Господа через Человека Божия или через там Урим Тумим или как-то еще то он бы не потратил этих денег и не было бы этой бойни бойни которую устроили израильтяне возвращаясь к себе домой. Войско же которое Амаси отослал обратно чтобы оно не ходило с ним на войну рассыпалось что значит рассыпалось то есть напали на людей как саранча с разных сторон воскишили шарец Амаси придя пусть поражение иудеян принес богов сынов Саира и поставил их у себя богами и перед ними кланялся им кадил полная глупость человек Божий ему сказал отошли израильтян у них может быть что-то нечистое Амаси как трофеи принес этих богов языческих стал поклоняться и вот здесь мы видим другого Амасию Амасия который впадшим в состояние и он стал перед ними кланяться им кадил и воспылал гнев господа на Амасию и послал он к нему пророка и тот сказал ему зачем ты прибегаешь к богам народа сего которые не избавили народа своего от руки твоей ты же сам видел бессилие их богов которые нисколько им не помогли когда он говорил ему царь отвечал разве советникам царским поставили тебя перестань чтобы не убили тебя что он говорит он говорит о том что церковь отделена от государства а государство отделено от церкви человек божий не должен вмешиваться в политику его никто не назначал советником он должен знать свое место вот мы видим как язычество вкравшись в сердце Амасия извратила его теократические вероубеждения и он ведет себя совершенно неправильно и перестал пророк сказав знаю что решил бог погубить тебя потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего мы посмотрим столкование блаженного Августина который пишет Господь всемогущий у которого нет неправды производит действие свое в сердцах человеческих и направляет волю людей таким образом чтобы через них привести в исполнение свою собственную волю что собственно означают следующие слова человека Божия обращенные к царю Амасии царь пусть не идет с тобой войско израильское потому что нет Господа с израильтянами со всеми сынами Ефрема но иди ты один делай дело мужественно подвизайся на войне иначе повергнет тебя Бог пред лицем врага ибо есть силу Бога поддерживать и повергнуть и каким образом добродетель и сила Господня одним в войне приходят на помощь придавая он им должную уверенность а других обращают в бегство неспосылаемым страхом и ужасом если только создатель всего по воле своей на небесах и на земле не действует так же и в сердцах людей и вот мы читаем о том что сказал царь Израиля Иоас своему посланнику к царю Амасия желавшему воевать с ним а среди прочего он так же сказал сиди лучше у себя дома к чему тебе затевать опасное дело падешь ты иудей с тобой то есть вы погибнете и поэтому это писание продолжает свое повествование словами но не послушался Амасия так как от Бога было это дабы придать их в руку Иоаса за то что стали прибегать к богам и думейским вот как Господь желая покарать царя Амасию за грех и долопоклонство так подействовал на сердце грешника вызвавшего его справедливый гнев что тот несчастный не внял здравому в разумлению но напротив презрев его пошел на войну на которой его вместе с войском ожидало падение и далее мы читаем о войне Амасии с Иоасом царем израильским то о чем мы отчасти прочитали у Агустина и посоветовался Амасия царь иудейский и послал к Иоасу сыну Иохаза сына Ии Уева царю израильскому сказать выходи повидаемся лично с кем он посоветовался не с человека Божьего а вот с теми кого он назначил советниками для себя падший человек окружает себя советниками которые ниже его по интеллекту по духовности ему так легче себя чувствовать нормальный правитель окружает себя людьми которые дополняют его то есть в чем-то превосходят его и Амасия тот который отверг советы человека Божия он советуется непонятно с кем даже имена их не называются и послал Иоас царь израильский Камасию царю идейскому сказать терн который на Ливане послал кедру который на Ливане же сказать отдай дочь свою в жену сыну моему но прошли дикие звери которые на Ливане истоптали этот терн ты говоришь вот я победил и Думиян так он победил и Думиян он тогда слушался советов человека Божия а теперь он само секуляризируется идет путем обершвления и вознесло сердце твое до тщеславия сиди лучше у себя дома к чему тебе затевать опасное дело падешь ты иудей с тобой то есть правитель который не во всем руководствуется божественным откровением лучше пусть сидит у себя дома в каком нибудь бункере под землей так для него будет надежнее но не послушался Амасия так как от Бога было это Господь это попустил ему за грех и долпоклонство но не послушался Амасия так как от Бога было это дабы предать их в руки Иаса за то что стали прибегать к богам и Думийским и выступил Иас царь царь израильский и увиделся лично он Иомасия царь иудейский в версамисе иудейском и были разбиты иудеи израильтянами и разбежался каждый в шатер свой то есть бежали аж пятки только сверкали Иомасию царя иудейского сына Иаса сына Иохазова захватил Иас царь израильский в Эфсамисе и привел его в Иерусалим и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ифремовых до ворот угольных на 400 локтей и взял все золотое серебро и все сосуды находившиеся в Доме Божьем у Аветы дома и сокровища дома царского и заложников и возвратился в Самарию здесь удивительно то что израильтяне входят в Иерусалим через ворота Ефремовых через ворота Ефремовых это не просто такая деталь это ремесник и намек что и в самом Иерусалиме было не все так хорошо а в духовно религиозном смысле и жил далее говорится убийстве Амасия царя Иудейского и жил Амасия сын Иоасов царь Иудейский по смерти Иоаса сына Иохазова царя Израильского 15 лет прочие дела Амасия первые и последние описаны в книге царей иудейских и израильских и после того времени как Амасия отступила от Господа составили против него заговор в Иерусалиме и он убежал в Лохис и послали за ним в Лохис и умертвили его там свои же умертвили а кому ты нужен если ты дал разграбить свою страну ты дал врагам оптать твою территорию хотя пророки Божии тебя предупреждали что надо искать мира и стремиться к миру и умертвили его там то есть в Лохис и привезли его на конях и похоронили его с отцами его в городе Иудином а эта информация чему может нас научить Бог не забывает ничего хорошего Бог помнит хорошее и начало царствования Амасия было хорошим и только за это он сподобился даже в своем падении быть погребенным с другими царями иудейскими приложиться к прадцу своему Давиду иудейскими 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 Продолжение следует...